Дорогие друзья, после этого видео вы перестанете есть гречку. Ну, вернее, вы перестанете есть коричневую обжаренную гречку и начнете есть только зеленую гречку. Я уже давно перешла на зеленую и вам тоже рекомендую. Почему? Потому что в зеленой гречке сохраняются все микроэлементы, витамины и натуральные пищевые волокна, то есть клетчатка, те, которые теряются при обжарке. Смотрите, рассказываю, при обжарке, то есть при термической обработке теряются антиоксиданты, которые в огромном количестве содержатся в зеленой крупе. Антиоксиданты омолаживают наш организм. Очень хорошо влияет на стул зеленая гречка. Почему? Потому что в ней сохраняются пищевые волокна, клетчатка. И вот если вы будете такую кашу кушать постоянно, то у вас кишечник будет работать хорошо, как часики и всякие проблемы типа запоров, поносов, дисбактериозов вообще вас не будут беспокоить. Очень интересно, что микроэлементы, которые содержатся в зеленой крупе, отлично влияют на обмен веществ, на метаболизм. Они ускоряют его и таким образом, естественным способом вы сбрасываете лишний вес. Зеленая гречка очень хорошо стимулирует и укрепляет иммунитет. Если всего лишь 2-3 раза в неделю ее есть, то очень хорошо можно укрепить иммунные силы организма. Еще очень хороший эффект от зеленой гречки, который заметен сразу, она естественно природным образом очищает организм. Почему? Потому что вот эти зерна, которые не прошли обжарку, они наши органы, наши ткани, клетки, естественным образом защищают от токсинов, выводят их, выводят всякие вредные вещества. Реально организм очищается, очищается кожа, поры, выходят вся гадость из пор, укрепляются ногти, волосы, кожа становится более здоровой. Что еще хорошо, улучшается состав крови, потому что повышается уровень гемоглобина, снижается уровень гликозы и количество сахара. А также очень хорошо зеленая гречка влияет на всю сердечно-сосудистую систему. Выводит холестерин, укрепляет сосуды, снижает высокое артериальное давление. В зеленой гречке просто огромное количество полезных веществ. Вот, например, калий, его там много, он поддерживает функционирование нервной системы, работу мышц и, как я уже говорила, обеспечивает нормальное кровяное давление. Много кальция, который способствует нормальному свертыванию крови, выработке пищеварительных ферментов. Все это нужно для поддержания здоровья костей. Смотрите, как правильно употреблять зеленую гречку. Ну, конечно же, наверное, вы уже догадались, что варить ее не нужно. Почему? Потому что при термической обработке очень много полезных веществ уходит. Так вот, нужно залить гречку водой, ну, предварительно помыть, конечно же, потом залить чистой водой и оставить на 3-4 часа. Если есть возможность оставить на ночь замоченную гречку в воде, оставляйте, тем даже лучше. А потом утром сливаем воду и можно есть. Желательно не добавлять в нее соль, сахар и ничего такого. Таким образом, вы получите максимальное количество полезных веществ. Продолжение следует...